Тим Мархольм, но играл вот два стыковых матча против датчан, только один человек, это Оскар Левицкий, провел все 180 минут. Первый гол Париж забивает, трех минут не прошло, еще быстрее, чем на своем поле, чем в домашнем матче, когда на четвертой минуте счет был открыт. Ну и вот это юный, ну и вот смотрите, простенькая достаточно комбинация. И вот Робьё в центре поля с мячом, вот уже он скорость набрал, здесь ошибается позиционный защитник, и Брагимович отыграет направо, и подача в штрафную, опять же, здесь не разобрались защитники, кто кого держит, потому что и Ковани на самом деле был свободный, ну и Робьё дали пробить совершенно без помех, вот так легко Париж открывает шаг, одинок. А это реакция Ого Париж. Опять те ребята, с другой стороны теперь попробуют, и здесь Максвелл. Он еще хотел пяткой, по-моему, сделать передачу, передумал, придержал мяч, и вот такая атака, и второй бой. И опять все очень просто, изящно, диагональный пространный фиги, и удар Анфела Димарии, не сильный, но очень точный. От штанга Димария зашел в сетку, и даже не дернулся ее. И десятый всего в чемпионской лиге, такой маленький юбилейчик. Вот Собирогимовича началась завершающаяся атаке, и опять смотрите, как там располагаются защитники, их пятеро, а игроков Парижа всего двое в штрафную, но никто никого не держит. И без помех наносит удар в противоход вратарю. Джорджича. Там партнер подстраховал, ну а вот может быть атака Бергетт, но и надо забивать. И Бергетт не смог переиграть Кевина Трайп. Хорошо, ему помогли партнеры, и по сути чистый выход один на один был. Давайте посмотрим. Вот сам Бергетт идет вперед, Розенберген быстро возвращает мяч, убирает Вандервилла, и мимо трапа Парижа с актером 1-0 и 0-4. Ну вот и Бергетт, еще может быть момент, делает передачу на Ковани, Ковани в штангу попадает, там партнеры предъявляют претензии, причем не Бергетт, а мы чуть-чуть и в основном. Ковани решил забить сам. Ну в принципе можно было там попасть в ближний угол. Ну, попал Ковани в штанг. И в итоге мяч достается хозяином. Теперь уже прессингует Парижа, и Брагимович против Тиммерхольма заставляет сделать неточную передачу. Матью Дина и Брагимович, и Брагимович забивает. Вот он тот самый гол, Златана, 50-ая минута. Ну, как-то ладошками вратарь скользнул по мячу. Вроде не такой силы для чемпионов. Он забил 9 уже в чемпионате. В Францию он забил 3 гола шведских недавних стыков зданий. Выиграв за право сыграть на чемпионате Европы, и Швеция выиграла эти матчи. А вот лидер чемпионов только первый пока в этом сезоне. Стоит своего остальных не зову. После этой атаки. Она тоже не доходит до удара поворотом, зато доходит до пенальти. Джурджича роняют, штрафной, и Мальмой сейчас может сократить свое отставание. Ну, здесь вот и Маркинёск очень удачно сыграл, и в свою очередь не успевал Макс Верлионов. Бол, который Мальмой забил Шахтеру. По-другому в следующей команде именно он. Девятый номер. А вот сейчас не забил, сейчас попал штанг. Ну, даже такой шанс он использовал Мальмой, не знаю, что у него. Йотун, Филиппо Карвайо и Виндхейм. Защитники Крон и Эрдаль Ракид. Это атакующий хор. Болетчественные симпатии. Ну, и тут вот еще в Лиге Чемпионов осталась Парижа команда, которая вот так 3-0, 1 левая обыгрывает. 4-0. 4-0, танк Эльди Мария делает дубль, окончательно разочаровывая местную публику, которая его особенно не любит. Бол Парижа, вот, собственно, до рекорда-то собственного осталось совсем недалеко. Макс Верлионов. Делал подачу. Рванулся не один Ди Мария, рванулись там трое. И Кавани, и Ибрагимович. И вот Ди Мария последний в этом ряду. он и замыкает на вес Макса. Четыре человека, и ставят стенку. Нет, нет, пробил Лукас и забил. Ну, а с другой стороны тоже верно, у Ядры гол уже есть. Вот теперь дадим возможность уже всем отличиться, кому можно. Смотрите, как здорово закрутил мяч. Сначала ты летел мимо ворот, но завернул как раз вот в уголочек, и не долетел туда. 5-0. Ну, вот это...